Химки, Московская область, 26 АВК, Эрспорт, Николай Рязанцев, футболисты московского ЦСКА в среду в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов постараются одолеть Лиссабанский спортинг. Встреча пройдет на арене Химки и начнется в 21 час 45 минут МСК. В первом матче армейцы уступили на выезде со счетом 1-2. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги Чемпионов, проигравший же отправится в групповую стадию Лиги Европы. В первом матче португальцы имели игровое преимущество, особенно во втором тайме, однако и армейцы могли добиться большего, реализуя Сейду Думбия пенальти на 27-й минуте. Тренер армейцев Леонид Слуцкий на предмочевой пресс-конференции отметил, что преимущество спортинга довольно зыбкое, и что дома красно-синие должны играть более агрессивно. Стратегия матча зависит от двух команд, понятно, что нам надо завтра выигрывать, и игра дома должна проходить в более атакующем ключе, но как сложится матч, сложно предположить, сказал Слуцкий журналистам. Один забитый мяч кардинально может поменять всю схему и модель, с которыми какая-либо из команд выйдет на завтрашний матч. Преимущество у спортинга есть, но оно очень зыбкое. Лазарет армейцев радует отсутствием в нем игроков основного состава. Ушип ноги, полученный Аланом Загоевым в матче шестого тура чемпионата России против Ростова, 2-1, не должен помешать ему принять участие в матче. В составе же португальцев из-за травмы бедра будет отсутствовать защитник Джейл Ферсон. В команде есть не только Джейл Ферсон, но и другие сильные футболисты, тренер нам все это объяснил, мы подробно изучили команду, отметил защитник ЦСК Марио Фернандес, не знаю, кто заменит его, но в португальской команде нет слабых футболистов, и любой из них доставит нам много хлопот. Несмотря на преимущество по итогам первого матча тренер португальцев Жоржи Жизуш подчеркнул, что его команда собирается активно идти в атаку и в ответном матче, а не уповать на нулевую ничью. Стоит отметить, что совсем недавно Жизуш дважды приезжал в Россию с Бенфикой в 2012 году, и оба раза уехал побежденным, два, три от Зенита и один, два от Спартака. Конечно, пропущенный гол накладывает определенный отпечаток на ответный матч, сказал бы, что шансы команд на победу в этом противостоянии равны, сказал Жизуш журналистам. Главное для нас, не пропустить, теоретически мы можем пройти дальше, даже если не забим. Все же мы будем уделять большое внимание атаке и надеемся, что без забитого гола мы с поля не уйдем. Для того чтобы выйти в групповой этап турнира, армейцам необходимо прервать неприятную серию, согласно которой они не выигрывали в шести еврокубковых матчах подряд на своем поле со времен победы над Викторией, Пльзень, в 2013 году. Однако и спортинг не может похвастать успешной игрой на выезде в европейских турнирах, лиссабонцы не могут выиграть уже в 14 матчах подряд, начиная с сентября 2011 года.